А вот офис президента без догана. Это жаловат высшую раду правосудия. Это специальный орган. Все создано. Это выписано в законах. Это абсолютно конституционные институты власти. Более того, судебная система называется независимой вертикалью власти. Слышите? Независимой. От Селенского, от внешних спонсоров, от всех. Это баланс власти. Институты должны друг от друга независеть и выполнять свою функцию. Друзья мои, меня волнует на самом деле гораздо больше, чем вот эти все вещи. Мы их потом отменим обязательно. И мы справедливость вернем в том, что страна будет жить по конституции. Меня волнует другое. Сейчас все больше и больше видео, как на фронт, несмотря на принесение мира Зеленским, едут огромные эшелоны с техникой. Я понимаю, что крокодил не ловится, не растет кокос, не собирается нормандская четвертая. Но если вот эти советчики советуют Зеленскому поднять ставки, это абсолютная глупость. Если война перейдет в горячую стадию, предсказать ее последствия сложно. Но сейчас я хотел бы просто вот коротко сказать и задать вопрос. Подалеку, я не знаю, Арестовичу. Вот вы сейчас подсказываете, что туда надо навести техники. Представьте, завтра выступит Путин и скажет, что если вы сейчас вот это отсюда не уберете, мы дадим вам шалбан. И вам придется делать две вещи. Либо убирайте, тогда вы трусы и проигравший. Либо, получив шалбан, реально хоронить огромное количество людей. Что вы, нехорошие люди, делаете? Мир – это тяжелый труд. Мир – это будущее нашей страны. Пожалуйста, перестаньте давать тупые советы президенту, который за два года не в состоянии разобраться с тем, как живет и управляется страной. Я пропоную вам сглазать.